Всем привет! Мои друзья и гости моего канала. Сегодня я вам расскажу историю, как я научилась рисовать. Рисовать я всегда любила. Мне очень нравилось рисовать, но я не умела. Не знала, как, что. Книг тогда в детстве не было никаких по тому, как вообще начать рисовать. Не знаю, почему-то мне не приходило в детстве в голову, что можно взять и срисовать с книжки. Никто не подсказал, не сказал, то есть в школе у меня пятерки были. Я даже, знаете, помню один рисунок, не знаю, сейчас до сих пор он у меня есть или нету. Нас вывели на улицу и сказали рисовать дерево. И все дети там просто, как морковку перевернутую, нарисовали деревья. А я его нарисовала так, как оно есть. И заборчик там вот этот. Но она мне поставила четверку, потому что мне не хватило урока ее нарисовать. То есть там она дала минут 15, наверное, где-то. Или 5 минут нарисовать. То есть я не закончила. Поэтому она мне поставила четверку. Вот я помню. Ну почему, говорю, у меня же там, ну ты же не дорисовала. Ну мне времени не хватило, вы не дали нам времени больше. Мне было прям обидно, я помню. Вот у меня было дерево. Самое такое красивое. Ну вот как вот оно вот выглядит вот так вот. Вот точно так у меня было на листе. У других детей там совершенно другое. То есть вот по этому поводу я начала подумывать. Наверное, можно понять человек, художник он или нет. Именно вот по такому рисунку. Дать человеку нарисовать, допустим, если он нарисует дерево так, как оно реально есть. Вернее, даже не человеку, а ребенку скорее. Тогда, да, это, наверное, будущий художник. Или хотя бы человек, который старается, пытается, старается, идет к своей цели. То есть вот так вот. Так. Да, я рисовала чуть-чуть. Потом в какой-то момент родители мне запретили это делать, рисовать. Убрали все... После переезда так случилось. Убрали все кисти, краски, альбом. Все спрятали. Мол, теперь ты должна учиться. А рисовать, как бы, ты не умеешь и не надо. Вроде. Ну, то, что не умеешь, то делать не надо. Ну, блин, как это говорится. Не умеешь, не пытайся. Господи, не помню, как это правильно говорится. Короче, спрятали. Несколько лет я вообще не рисовала. Мне так хотелось. У меня уже было просто... Уже просто накопилось. Вот уже надо, надо рисовать. Уже все. А то мою руку не видно. Вот уже, знаете, уже накапливается за несколько лет. Вот надо, надо рисовать. Я хочу, все, не могу. Я думала, ну, что же мне такое сделать, чтобы мне родители отдали. А найти я их нигде дома не могу. Нет их нигде. Я начала рисовать в тетрадях на полях. Просто на полях, в конце тетрадки, там листочки были. А, нет, не в конце. Когда открываешь тетрадку, вот с той стороны, где подписываешь, чья тетрадь, переворачиваешь. Вот тут как пустое место. Тут начала рисовать. В последней тоже начала. Ну, мама увидела. Мол, что это такое? Я говорю, рисовать хочу. Сильно хочешь рисовать? Прям надо, да? Я говорю, надо. Ну, ладно. И она отдала. И вот тогда началось там счастье. Но опять же, конечно, не получается. Не знаю, как рисовать, что рисовать. В классе, 5-6 класс у нас было рисование, но что-то было очень мало. Как-то учительница не особо хотела с нами заниматься. Я помню, как она дала задание нарисовать плацкарт, по-моему, она сказала. Купе или плацкарт, что-то такое. А мы сидим, дети, и не знаем, что это такое. Кто-то знает вроде, что-то там шебушится где-то в конце этого класса. Мы сидим вот так, что это такое. Окошко нам нарисовало вот так. А дальше, говорит, сами рисуйте. А, плацкарт, да. Плацкарт. Ну, плацкарт. Ну, что вы не понимаете? Плацкарт. Рисуйте. И ушла, села. Мы не знаем, что это такое. Она ему потом полосу вот так проделала. Сидим, думаем, что это, думаю. Усы, что ли, какие-то, может, думаю, кот какой-то. Не знаю, ни разу не ездили на поезде. Не знаем, что это такое. Вот. Потом он говорит, ну, поезд. Думаю, поезд вроде, он как бы, ну, по-другому рисуется, думаю, это что-то. Он говорит, ну, внутри поезд. Я думаю, а как внутри поезд выглядит? Ну, короче, она сама в итоге на доске весь этот рисунок и нарисовала. Мы только потом повторили. Ну, потом в какой-то момент я поняла уже, что это такое. Вот. Может, название не знали. Не знаю. Потом, значит, я уже, когда закончила все учебные заведения, я все-таки поступила в художественную школу. Хотя меня родители отговаривают, мол, это фигня. Не страдай фигней. Зачем тебе это надо? А мне вот надо. Меня вот тянет рисовать. Мне надо. И все. Поступила меня. Ну, естественно, меня взяли платно. Тогда мы платили 300 рублей в месяц, по-моему. Это, по-моему, 300. Да, наверное. Или 800. Или 500. Ну, это 300, или 500, или 800. Я помню, что я там с девчонкой познакомилась. И она платила на 100 рублей меньше. Потому что там прошла какие-то занятия летом. А я не знала. Может быть. Нет, наверное, 800 точно. 800. Она 700 платила, да. А я 800 платила. То есть, целый год я проучилась. Учителю было на нас пофигу. Вот. Мы сами одни сидели. Пытались какие-то там натюрморты рисовать. Ну, он так вот объяснил, как бы, самое начало. Как надо рисовать натюрморты. Самые азы вот эти. И все. А дальше мы сами. Он только зайдет. А, сидите, да. Ну, сидите, рисуйте. Все. На пленэр вышли. Так, рисуйте вот это дерево. А как рисовать дерево? А я не знаю. Рисуйте как хотите. И уйдет. Ну, мы там с девчонкой. Что мы будем сидеть рисовать, что ли? Да ну, пошли все нафиг. Пойдем гулять. Пошли. Сядем где-нибудь на лавочку. И сидим там рисуем тихоря. Давай вот это дерево порисуем. Давай. Как у тебя получается? Вот так. А у меня вот так. Что мы будем со всеми там сидеть? Все равно ему наплевать. Ну, короче, вот так год проучилась. Научилась я рисовать натюрморты. Довольно хорошо. Вот так. Ну, неплохо так научился. Уже там почти самоучка. Ну, на тот момент было, наверное, не очень хорошо. Потом со временем. Ну, вот. Следующий год, я думаю, ну, может быть, на следующем году он как бы будет с нами уже заниматься. Вот. Нет. Точно так же ему на нас наплевать. Ушел и все. Я месяц походила. Потом он сказал, что нужно оплатить. И уже оплата была две с половиной тысячи. То есть было восемьсот в прошлом году. А в следующем году две с половиной. Ну, то есть разница есть, согласитесь. Восемьсот и две с половиной. Ну, ладно, я понимаю тысяча. Тысяча там сто, например. Ну, как бы немножечко поднялась. А там уже две с половиной. То есть плюс занятий, обучения ноль. Вообще никакого. Он только придет, перечеркает там наши эти листочки. И все. Только вот. Вот. Плюс зимой нет отопления. То есть мы рисовали в одежде, в шапке, перчатке. У нас даже были перчатки одеты. Вот. И вот в перчатках сидишь, там рисуешь. Очень было холодно. Вот. Я ушла просто. Я перестала ходить. Я думаю, нафиг мне это надо. Я могу на тюрьморте сидеть и рисовать и дома. Смысл мне ходить туда. Вот. Ну, я стала рисовать дома. Через несколько лет. Не помню, когда я закончила. Короче, через какое-то время я познакомилась со своим мужем. Мы начали жить вместе. И ездили в область к его родителям. Самарской области. И там я познакомилась с учительницей на какой-то выставке. Она как раз собирала группу, чтобы преподавать живопись. Вот. Ну, поскольку там группа ходила в другие дни, а мы могли приезжать только в выходные. Мы часто раньше ездили туда. Говорит, ну ладно. Говорит, я буду тогда тебе преподавать в выходные что-то 2 или 3 часа, что ли, живописи. И брала она всего 100 рублей. 100 рублей всего. Представляете? Он вообще очень мало. И вот основные азы. И на все оставшиеся вопросы она мне ответила. Там я не знаю занятий сколько я ходила. Ну, занятий 10, наверное. Где-то вот так вот. Ну, как-то так. Не знаю даже. Я не помню уже даже сколько раз я ходила. Вот. Потом вот появилась через какое-то время вебинары в интернете. Вот эти вот живопись. Гранд живопись. Там живопись маслом. Как же там еще? Ну, короче, их полно там. Если кому надо, допустим, если кому-то надо, я могу ссылки вам прислать. Ну, вы можете найти, в принципе, сами все это в ВКонтакте. Там есть. Это в основном ВКонтакте. Вот я начала потом посещать вот такие вот вебинары. Вместе сидеть и рисовать. Вместе там с людьми. То есть, через, как сейчас вот с вами разговариваю, точно так же человек бы там сидел и рисовал. То есть, вот таким способом. Вот. И довольно я, кстати, очень много нарисовала картин. Я помню, как у меня бумага уже заканчивается. Остается последний листочек. И я понимаю, что надо срочно ехать за бумагой. И на следующий день там, как только проснулась, поелась, сразу побежала в магазин. Там поехала в магазин. Приехала, привезла бумагу. Опять вечером, опять вебинар. И даже, я помню, получалось так то, что, допустим, вечером один вебинар. Ну, допустим, там в семь часов один. В восемь-девять часов начинается другой вебинар. И я стараюсь везде успеть, везде рисовать, рисовать. Вот я так прям несколько лет подряд рисовала, рисовала. И научилась прям очень хорошо рисовать. Прям я умела очень хорошо. Но потом, когда родился Дима. Ну, вот еще, когда он там первые месяцы, когда он еще спал очень часто. Очень много спал. То есть, поел и спал, поел и спал. То есть, я еще успевала рисовать. А потом, когда уже нужно было ему очень много уделять внимание, конечно, я уже стала все меньше, меньше, меньше рисовать. То есть, если я раньше могла, допустим, рисовать картину, там с утра проснулась, села рисовать, вечером встала, пошла спать, легла. То есть, 12 часов могла пририсовать картину. Для меня это была норма. Ну, подумаешь, 12 часов потратила на картину. То есть, сейчас, даже когда мама берет Диму. И, допустим, вот я сидела недавно на днях, целый день убила на картинку маленькую. Кстати, мы ее с вами рисовали. Но я потом спонсировала, конечно, она там получилась минут, наверное, на 15. А так я ее убила на нее целый день. И, честно говоря, мне было обидно, что я целый день убила на картинку. Причем маленькую. То есть, небольшой формат А3. То есть, а маленькую, меньше этого размера гораздо. Вот. То есть, немножко обидно то, что, понимаешь, что у тебя времени уже не так много. Мама там взяла Диму, у тебя есть один только полный выходной. Как бы там две ночи, да? Получается, пятница, суббота, суббота, воскресенье. Да, две ночи, как бы один день. И убить все на картину. Ладно, там если, допустим, целый месяц, год у тебя впереди, тогда да. Немножечко было обидно. Ну, вот так вот. Вот такой вот мой был поход по живописи. Вот, по обучению живописи. Ну-ка. 13 минут всего. Ну, надо же. Я думала, уже минут 20 мы с вами болтаем. Нет, мало болтаем. Такая длинная история, растянутая на несколько-несколько лет. Несколько десятков. Нет, не десятков. Ну да, наверное, лет десять за все это время прошло. И сейчас, если, конечно, у меня получается рисовать, то, как вы заметили, я рисую акварелью, потому что это быстро. Маленькие картины, потому что большие, это очень будет долго. И, конечно, я сейчас не рисую маслом. У меня маслом, кстати, всего лишь две работы. Есть еще, кстати, третье. Маслом на листе. Кто художники знают, они говорят, Наташа быть такого не может, чтобы ты маслом нарисовала на листе. Масло бы там не нарисовалось или отлипло, упало, раскрошилось, что-то такое. Но она реально есть, такая картина. И, кстати, на 8 марта я была у мамы. Мама сказала, что она мои работы, мои картины будет вешать на стены. Она хочет, чтобы они висели на стену. Говорит, ну а что? Говорит, они у тебя лежат, пропадают, а выкидывать ты их не хочешь. Говорит, блин, мама, они хорошие, они красивые. Говорит, как я выкинула? Ладно, я понимаю, когда какой-то натюрморт нарисованный в художественной школе, который, ну, действительно, его не повесишь, уже как-то это все надоело, приелось. А тут вот что-то такое другое. Надо будет вам, кстати, показать мои картины. Не знаю, у мамы, как получится у мамы показать или нет. Там со мной Дима, конечно, мешать будет. Ну, как-нибудь, наверное, я покажу. Мама должна будет повесить их на стены. Там она прям набрала так много картин, сложила их все в рамки. Вот, и рамки когда-то покупала. А, кстати, у меня была одна выставка уже. У меня была в Отрадном, да, один раз выставка. А мои работы, в принципе, понравились людям. Но тогда я не была настолько прям отличным художником. То есть, ну, людям понравилось там сколько-то работы. А потом вот я накупила еще много рамок побольше, чтобы опять провести свою выставку. Но, то есть, звонить туда в область из города было что-то очень сложно. Что-то надо было попасть именно тогда, когда у них нет выставки, чтобы приехать со своей выставкой. Что-то у меня так не получилось. Я так и не позвонила, по-моему. Хотя мне говорили, что да, наверное, это готовы принять меня. Вот они как раз вот, ну, так вот любят принимать. И потом в Самаре, кстати, у нас было очень много выставочных центров. Еще буквально лет семь, наверное, назад. Прям очень было много. Можно было походить, полюбоваться. А сейчас вот с мужем что-нибудь там... Мама ребенка, да, мама Дима там взяла на выходные. С мужем собираемся куда-то пойти. В какой-нибудь там музей художественный. И у нас нету. Некуда идти, вообще некуда. То есть, знаешь, допустим, Самарский музей мне не нравится. Во-первых, там фотографировать нельзя. А на видеокамеру даже, не знаю, я с камерой, по-моему, еще не особо была там. Я даже не помню, по-моему, я не была еще с камерой. Как у меня YouTube появился, мы, по-моему, еще не были там. Не знаю, может и были. Ну, там как-то картины такие, там, как бывает, рисуют портреты. Ну, да-да-да, портреты, королей там, все такое. Мне не нравятся такие. Я люблю такие пейзажи, натюрморты. Я помню, как нас дедуля водил в какой-то выставочный центр. И там была, помню, огромная картина. Размером, наверное, метр три на три, наверное, где-то вот так. Она вот так вот была полностью, наполовину усеяна травка. Прям травка такая, цветочки. Больше половины картины. И выше там какое-то небо. Она была, она офигенная просто была. Я, по-моему, встала, ребенком было. И смотришь. Там нифига, какая картина. Дедуль, давай вот эту картину купим. Да куда ты ее повесишь? На стену. Он говорит, ну, эта стена у тебя какая должна быть там? Там, ну, не три, ну, может, метра два с половиной, два, два с половиной, наверное, где-то. Ну, она огромная такая картинща. Прям была квадратная такая. Вот. Это вот сиденье двигается. Со скрипом. Вот. То есть дедуля нас, кстати, тоже часто водил. Всякие такие вот выставки. Ну, всякие там музеи периодически. Мне нравятся такие вот. Вот. Ну, сейчас уже меньше. Я надеюсь, что когда Дим уже пойдет в садик, то тогда у меня холстов, кстати, очень много холстов. Я накопила за это время, пока Дима вот маленький был, пока мы там ездили по магазинам. Накопила много холстов и планирую. У меня масляной краски есть много, кисти всякие, много-много всего есть. Я думаю, вот когда Дима пойдет в садик, с утра его отвела, пошла домой вернулась, кофе попила и села рисовать. Потом, а? Начинула. Сколько времени? Ребенка, пора за ребенком идти. И пошла, сходила за ребенком. Ну, конечно, кстати, продавать картины это очень-очень сложно. У меня была одна картина под заказ. Копия этой картины висит у мамы. Есть такая. Я вам покажу ее, потом скажу про нее. Она очень-очень красивая. Нужно нарисовать ее еще домой. Она очень... Ага. Кстати, на нее, кстати, есть урок. Урок на нее есть на эту картину. Там живописи можете найти, не знаю, оставить. Да, наверное, я оставлю на нее. В конечной заставке оставлю на нее ссылочку. И вы посмотрите, конечно, я не забуду. Там она состоит из пяти частей. Ну, она рисуется пять частей и состоит из пяти. Но она очень красивая. Она очень такое настроение прививает. Такая прям красочная, такая классная. Она у меня была под заказ. Просто гуаши, бумага и гуаши. То есть, они купили одну картину, им понравилось. Потом они мне прислали фотографию, какую я хочу. Нарисуйте мне вот эту. Нарисовали. Ну, вернее, я нарисовала. Они забрали ее и сказали, что эта картина поедет в Италию, по-моему, в гости. В гости или на выставку? Нет, в гости, наверное. В гости в Италию. Ну, я ее подписала, конечно. Я думаю, ну ладно. Мои картины уже в Италии есть. Хорошо. Вот. То есть, вот так вот. Вот такие вот. Да, я обязательно, кстати, сделаю обзор своих картин, наверное, после этого ролика. Как у меня днем при свете. Будет, наверное, может быть, завтра. Завтра. Или завтра. Ну, короче, на днях. После этого ролика, наверное, выйдет обзор моих картин. И вы посмотрите, какие картины у меня есть. Ну, которые вот здесь вот дома. Ну, они, да. Наверное, эти картины более лучше нарисованы, чем те картины, которые у мамы. Потому что как раз у мамы я там, когда художки училась. А вот именно, когда уже жила с мужем, тут я уже лучше научилась рисовать. Так, что у нас там? Сколько? А! Двадцать минут уже болтаем. Ну, все. Двадцать минут вы меня не будете, наверное, смотреть. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Пишите свои комментарии обязательно. Насмотрели вы до конца или нет. Обязательно напишите мне. Хотите ли вы ролик обзора моих работ? Напишите. Хотите вы этот ролик или нет? Обязательно мне напишите. Мне будет приятно. Так. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Обязательно лайки. Очень люблю ваши лайки и комментарии. Так. Да. Подписывайтесь. С вами был канал ArtMoney. Давайте. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok